Здравствуйте! С праздником Богоявления! Ну, сразу с переводом, чтобы было людям понятно. Итак, пожалуйста, это Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник матерей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, и не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Да, сейчас начнем с самого интересного притча толковать. Для начала, что за город Ерехон? Этот город и сейчас есть в Израиле. Он очень древний, имеет происхождение. Археологи говорят, что это один из самых древних городов, известных в мире. И ведут там раскопки. И находится он рядом с Иорданом, около 7 километров до Иордана, от Ерехона. И на северо-восток, по-моему, от Иерусалима. Где-то тоже километров 20-30 от Иерусалима до Ерехона. Город был еще создан до пришествия на земле обетованного народа израильского. То есть он был создан язычниками и был известен как центр языческих верований. То есть очень много различных там было языческих таких идолов. И сама вера была идольская до пришествия Израиля. И поэтому, когда народ израильский вошел в земле обетованную, Господь повелел одному из вождей народа израильского, Иисусу Новину, этот город захватить и уничтожить всех, кто там в нем жил. Вплоть до детей и стариков. Почему? Потому что, повторюсь, чтобы не заразить народ израильский вот этими их языческими верованиями, чтобы сохранить в чистоте веру народа израильского, Господь так повелел очистить этот город от язычников. Но была проблема, так как город находился в пустыне, и он был очень хорошо укреплен. У него были огромные стены крепостные, которые захватить было практически невозможно. Поэтому народ израильский взмолился Господу, и Господь открыл Иисусу Новину, что надо семь раз в течение семи дней обойти этот город со священниками, которые несут Ковчег Завета и играют в трубы, специальные трубы были. До сих пор у нас есть труба Иерихонская, такое понятие. Вот эти трубы Иерихонские также вместе с Ковчегом Завета обносились семь дней вокруг стен Иерихона, и на седьмой день эти стены просто распались, рассыпались по неизвестной причине. То есть так Господь устроил, что землетрясение произошло, и стены были разрушены силой Божией. И тогда воины израильские захватили город и очистили его полностью. Кроме одной женщины, Раавы, блудницы, которая помогла сынам Израилевым, которые пришли в этот город, она помогла им спастись от язычников, тайно вывела их из города, и за это ее оставили в живых. То есть она стала также причислена к народу израильскому. И было даже такое пророчество, чтобы этот город никто не восстанавливал в дальнейшем. То есть настолько он был проклят, что даже народу израильскому было запрещено его восстанавливать. И поэтому новый Иерихон, он был построен не на том месте, где был старый Иерихон, а чуть поодаль. Но, конечно же, с источником воды, потому что это пустыня, это очень большие температуры в летний сезон. И без воды там просто не выжить, это пустынное место. Поэтому Господь послал туда пророка Елисея, ученика Ильи пророка, который источник горькой такой ядовитой воды очистил свою молитву, бросил туда щепоть соли, и по его молитвам Господь очистил. – Пророк Елисей, да? – А? – Пророк Елисей. – Пророк Елисей, да, ученик Ильи пророка. – А пророк Илья тоже там, да, в всех краях был? – Илья пророк рядом с ним вознес на огненной колеснице в этой пустыне Иорданской. И также там в этой же пустыне была и Мария Египетская, подвязалась, и также рядом с ним находится сам Иордан. В общем-то, очень много событий там происходило, библейских событий и новозаветных. Иоанн Предтеча тоже в тех же пустынях тоже жил, потому что мы знаем, что он с малолетства был пустынником, затворником и жил в этой же пустыне. – Само название «Ерихон» как-то переводится? – «Благоуханное» переводится в название. Некоторые связывают его с языческим названием, которое переводит там «Луна», «Солнце», то есть «Светило», к чему поклонялись язычники. Это два таких предположения, откуда это берет название города. Мы как благоуханные, благовонные. То есть мы сейчас видим этот же «Ерихон», но на другом месте построенный абсолютно. То есть старый «Ерихон», почему там раскопки ведутся, он не восстановлен до сих пор. – И Господь тоже был часто в этом городе. Как мы видим, он исцелял в этом городе. И еще, когда он с крещения своего шел, там, наверное, рядом все это находилось. Так как единственная дорога в Иерусалим проходит через «Ерихон», это оазис с источником Елисея, где можно было и напоить свой скот, и самим покушать, попить, отдохнуть, как оазисы в пустыне. Всегда используется для этого. Он единственный оазис на этой дороге в Иерусалим из Галилеи. И, естественно, Господь не мог мимо пройти этого города, Он обязательно туда входил. И, естественно, само вхождение Господа в этот город, оно его уже осветило. – Потом Иисус вошел в Иерихон. Что происходило, откуда шел Господь накануне? – Ну, как я и говорил, Господь шел из Галилеи, и Он уже тогда готовил своих учеников, апостолов, к тому, что все восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и будет поруган и распят, а в третий день воскресен. То есть Господь уже готовился к крестному своему пути, к крестным мучениям и смерти на кресте за грехи и роды человеческого. Но апостолы этого не понимали, и они в этот момент делили, так сказать, место у царского седалища Господа. Кто слева, кто справа сядет. – Кто поближе. – Кто поближе, да. Ну, такие вот еще были плотские мысли у апостолов, потому что они еще не были полностью просвещены Духом Божиим. И, естественно, думали, что Господь идет в Иерусалим, чтобы стать царем земным. А Господь шел, чтобы полностью царем всемирным, духовным царем быть. То есть мы это наблюдаем. Ну и, конечно же, по мере движения своего через селения, и галилейские, и иудейские, он везде проповедовал и говорил притчи, и много учил и о Царстве Небесном, и о грехах человеческих, и о том, как надо спасаться. Ну, в общем, все множество тех притч, которые мы читаем, они вот были, рассказаны Господом, на пути в Иерусалим из Галилеи. – Есть ли смысл в том слове «проходил»? То есть не то, что «вошел», «доставался», а именно «проходил». – Ну, смысл, естественно, очень такой на поверхности лежит. То есть он нигде не останавливался больше двух-трех дней. И даже когда ему сказали, что вот умер Лазарь четверодневный, он тоже там два-три дня побыл, и потом пошел к Лазарю. И так во всех селениях он находился недолго. Почему? Потому что здесь, по его же словам, нету где главу преклонить сыну человеческому. То есть у него не было своего жилища, у него не было своего дома или там дворца подобающего, да, владыки Господу. Он входил в селение, где ему предлагали переночевать, там он и переночевывал, и что ему предлагали вкусить, то он и кушал. И даже некоторые пытались его удерживать на более долгий срок, но Господь говорил, что мне надо идти в другие селения для проповеди евангельской. То есть он практически старался обойти весь израильский народ, чтобы везде соприкоснуться и научить, и показать, и исцелить, и, может быть, и воскресить многих-многих людей народа израильского, которым он, собственно, был послан как спаситель. И поэтому он проходил каждое из селений, не останавливаясь там надолго. – Да, и Господь, когда Он шел с Своими учениками, Он такую фразу сказал, когда Господь уже придет во второе пришествие, найдет ли веру на земле? И здесь как раз Он показывает такие вот исцеления и веру показывает на земле. – Действительно, Господь, Он же знает, что будет с родом человеческим и в конце времен, и знал всех, кого встретят на своем пути земном для проповеди, в том числе и про Закхей, Он знал еще до Его рождения, что будет такой Закхей, который на дерево залезет. И, конечно же, Господь этим своим вопросом дает нам задуматься, а найду ли я веру на земле, когда приду? То есть это уже второе пришествие Господне будет. И здесь мы понимаем, что Господь нам намекает, что вера будет все слабеть и слабеть и слабеть. Чем дальше мы отодвигаемся от времен апостольских, от времен пришествия Господа к народу израильскому, тем вера будет ослабевать в человеческом роде. Почему, собственно, и произойдет апокалипсис, то есть конец света, второе пришествие Господне, а уже страшный суд, потому что вера настолько ослабеет в народе человеческом, что мы уже не будем спасаться. Уже веры не будет, и тогда смысл существования своего рода человеческого пропадет, и поэтому Господь прекратит существование, уже вот это земное существование, и начнется уже другая эпоха вечности Царства Небесного. В городе происходит такая вот нелепая картина, да? То есть человек, начальник, допустим, у нас, ну, возьмем там начальника, например, налоговой службы, да? И вдруг он залезает на дерево при всех людях, лезет, чтобы посмотреть на Господа. Ну да. Вот что это за человек вообще такой был, как переводится его имя, может быть? Ну, это был очень уважаемый человек среди власть имущих города Ирихона, Закхей. Ну, мотори – это сегодняшние как раз налоговики, то есть те, которые налоги собирают государственные, а те мотори собирали налоги для Римской империи и, естественно, сами с этого жили. То есть они занимались, как сейчас мы говорим, прихватизацией, да? Вот чуть-чуть себе и там остальное римскому кесарю из того, что они собирались с народов. Поэтому все их, конечно же, с одной стороны боялись, а с другой стороны ненавидели. Потому что всегда такие люди, которые живут за чужой счет, они именно так и делали. Они сами же ничего не производили, они только вот собирали дань. Такие люди… Причем на свое усмотрение, наверное, да? Не то, что выкуется с суммы такой, наверное. Да, да. То есть та самая коррупция, которой сейчас мы боремся, она и тогда существовала. Коррупционеры, которые знали, что сколько надо царю отдать, а сколько себе оставить. И в связи с этим накладывали на каждого из жителей того или иного города какую-то дань. Поэтому их никто не любил, ненавидел. И так же и к Закхе относились. Но его боялись, потому что понимали, что он лицо власти имущее. И если что-то там пойдет не так, то он вполне может просто разорить человека как минимум, а может быть и предать казни. Потому что у него была сила, в том числе и к воинам, обратиться для принуждения народа платить долги Римской империи. Поэтому боялись. И, ну, а кого бояться, все равно оказывают какое-то уважение. Уважали как власть имущего, но ненавидели как человека, обворовывающего их. Вот такая смесь чувств. Сам по себе Закхей был маленького роста человек. И вот при всем том, что я сказал о его роде деятельности, имя Закхей обозначает «чистый». Даже предуготовано так было. Да, вот родители ему дали такое имя «чистый», хотя он был не чистым, а греховным. И в греховной грязи, валяющемся до пришествия Господня. Но, как потом показала история его, он все-таки очистился. Что-то ведь, наверное, все-таки в нем было, что Господь увидел? Господь, ведь там же сотни, тысячи людей жили. Но именно ему Господь сказал, в доме твоем я должен сегодня быть. Слезай с дерева. То есть это явно Господь показывает, что в этом человеке, кроме греховных каких-то навыков, были еще и добрые чувства, и добрые намерения, и какая-то совесть, и доброта души в нем находилась, которая была придавлена вот этими греховными страстями. И поэтому Господь пришел, чтобы освободить его добрую душу от вот этой греховной такой тяготы, которая его придавила, и он из-под нее сам бы вылезти бы уже не смог, так бы и погиб бы без Христа Спасителя в этом греховном своем делании. Но вот Господь, видя его доброе начало, все-таки протянул ему руку, и Закхей эту руку взял и пошел за Господом. Ну и на его примере, наверное, Господь к каждому из нас обращается, что Господь в нас как раз вот видит то доброе, что есть в нас. Ну, конечно же, каждый из нас имеет что-то доброе. Не бывает человека без какого-то таланта, данного от Бога. То есть Господь каждому дает какие-то таланты, добрые качества. Другое дело, что кто-то ищет Бога и тяготится вот этими дурными привычками, греховными страстями, и старается найти выход из-под них, как бы вот все-таки от них избавиться, как бы вот от этого всего уйти и остаться в добром своем качестве. А кто-то, наоборот, добрые качества свои топит, убивает, потому что, говорит, они мне мешают жить, мешают радоваться жизни, в кавычках радоваться, конечно. И все радости они связаны только со своими греховными началами. И им Бог не нужен, они Его не ищут. Мало того, они еще от Него и уходят, и убегают, и даже говорят, что Бога нет. Вот в этом и разница между добрыми и злыми. То есть добрые, они тоже в грехах, но они ищут Бога. А злые, они также в грехах, но они Бога не ищут, а еще бегают от Него. Это, к сожалению, и сейчас, и тогда, и в течение всей жизни рода человеческого это было, есть и будет до скончания мира. Да, и как мы видим, да, Господь, не просто, как многие говорят, я вот там верую. То есть Господь ждет от нас шагов каких-то, на встречу Богу, потому что даже мир, как Захей, если бы он просто бы остался, а здесь он начал искать Бога, да, он залез на дерево, чтобы хотя бы увидеть. То есть если мы тоже начинаем искать Бога? Ну, надо проявить свое желание прийти к Богу, хоть как-то, хоть чем-то проявить. Вот Захей проявил свое желание увидеть Бога и хотя бы увидеть, он же не надеялся на общение с Ним. Он залез на дерево, несмотря на свой, так сказать, сан, на свое вот это вот положение в обществе. То есть он должен был, казалось бы, сохранить в глазах людей, чтобы они его боялись, уважали. А тут поступает, как мальчишка просто взял, залез на дерево. Да еще если представить, на нашей реалии там костюмчик должен быть, да? Ну, представьте, он там прокурор города там или главный... Глава города, например. Глава города вдруг на дерево залез. При истечении народа, да, вот будет какое-нибудь празднество. Наверняка сопровождающие какие-то были. Ну, они, такие люди, в одиночку не ходили, потому что их могли просто убить там или еще что-то сделать. Поэтому была, конечно же, охрана. И вот несмотря на все это, такое горячее желание у Заксея было внутреннее желание видеть Господа, что он понимал, что в этой толпе, а за Господом обычно шло там несколько тысяч человек окружало его. То есть мы помним, скольких накормил, да, Господь питью хлебами, там, пять тысяч человек. Сколько Господь там в другом месте накормил, там, четыре тысячи человек. Да, и это в пустынях, да, около Вифсаиды, там, ничего не было, ни городов, ничего. Вот то же самое и здесь. Тысячи человек окружали Господа, и Заксей реально понимал, что он не пробьется сквозь эту толпу к Господу. И поэтому вот единственная ему мысль пришла в голову, что надо воспользоваться, может быть, это единственный шанс в жизни увидеть Бога, он залез на дерево. То есть несмотря на, так сказать, свои регалии, на свое окружение, на то, что надо, так сказать, вести себя подобающе своему сану, он все это отмел, залез на дерево и увидел Бога. Ну, ведь у него, наверное, все было, да, все, что мог он купить, он мог все, наверное, приобрести, что хотел, да? Ну, по крайней мере, в этом городе он имел, я думаю, такие, свободно такие возможности. Конечно же, где-нибудь там в Риме там или еще там другие были, такие же, как он, и побогаче, но в Эрихоне он был одним из глав города, и он имел все, что угодно по щелчку пальцев. Ну, наверное, помнишь, что есть что-то, что нельзя купить за деньги? Здесь, конечно же, явно видно, что Захей искал уже нематериальных благ, потому что, ну, что Господь мог из материального дать? Он ничего не имел, у него денег не было, власти мирской он не имел каких-то регалий там, или званий, или еще чего-то там от Кесаря, там, или еще от кого-то, власти ему еще от Пилата. У него не было. Что можно было у него найти нужного человеку в мирском, так сказать, плане развивающемся? Власти нет, денег нет, связей нет, зачем он мне нужен? Да, вот как бы размышляет обычный неверующий человек. А Захей размышлял по-другому, то есть ему не нужны были ни власть, ни деньги, ни связи. Ему нужно было что-то такое духовное, что могло его душу насытить, потому что всякий человек, живущий в этом мире, так или иначе, он ощущает такую тяготу греховную, маяту и греховную такой печаль, тоску. Тоску, печаль, да, на душе. Кто-то это заливает алкоголем, кто-то там до наркотиков доходит, кто-то какие-то развлечения там, блудные там, или, не знаю, путешествиями, ну, чем угодно, хобби какие-то ищут, лишь бы от этой печали как-то удалиться. И наверняка у Захеи это же была печаль, и здесь вот вдруг возгорелось в ее сердце такое радостное, светлое чувство, которое проявилось по отношению ко Господу, и он понял, что если он увидит Господа, то печаль эта у него уйдет. Возможно, так было. То есть еще это наша самообмана, когда мы пытаемся, да, всем тем же телевизором заглушить, то есть наша вот эта неудовлетворенность, да, земным, она в каждом присутствует, это чувство тоски, как у одиночества, и мы все время пытаемся чем-то заполнить эту пустоту. Вот многие думают, что это только ему присуще. Они думают, что вот у всех этого нету, только я один такой вот хожу, маюсь, да, вот телевизор включу, выключу, газету там возьму, выброшу там, книжку возьму, не то, значит, в окно посмотри, не то, вот кому-то позвоню, опять не то. То есть вот что-то ищут, душа ищет, чего-то, а чего, а так найти не может. И многие думают, что это он один такой, так сказать, эксклюзивный, что только у него такое есть. Нет, это есть у всех, без исключения людей. Вот эта тоска и печаль по Бозе, по Богу, она заложена нам от рождения. Это можно иначе назвать голодом духовным. Ну, как вот голодный человек ищет пищу, и он там даже камешек может попробовать на зубок, когда голодный что-то травинку, там, не знаю, веточку сорвет. То есть еду ищет во всех предметах, окружающих его, материальную еду. То здесь человек ищет духовную пищу и не может ее найти среди того, что предлагает мир, так сказать, мир телесный, плотской. И здесь лишь соприкосновение с Богом дает то, напитывает душу, дает то ощущение благости, радости, покоя, сытости духовной. Лишь собеседование с Богом и общение с Богом дает такое отдохновение душе. И здесь как раз вот Закхей это и ощутил и воспользовался этим. Так как блаженный Августин сказал, ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Ну да, и как в Библии Соломон премудрец сказал, все, суета, сует, и маята, по-моему, духовная. Господь еще до того, как он вошел в Иерихон, он исцеляет слепого, который сидел там, когда узнал, что там идет толпа, Господь идет, говорит, кто там идет, говорит, там Господь идет. Он начал кричать, Господи, помилуй меня, тихо, не кричи. А он все равно еще больше кричал, и Господь его исцелил. Вот есть в этих случаях, и сразу же Господь фактически, ну в тот же день, наверное, исцеляет вот Закхей. Вот есть ли какое-то пересечение? Пересечение, да, конечно, потому что эти два человека, они оба искали исцеление. Только один исцеление слепоты телесной искал в Артемии, тот самый слепец, сидящий на дороге рядом с Иерихоном. А Закхей искал исцеление от слепоты духовной, и также, можно сказать, выпиял в душе ко Господу. Хотел бы разный, да, один бедный совсем, другой богатый. Да, богатый. Это говорит как раз о том, что у всех одно и то же естество. То есть человеческое естество с присущими ему немощами, оно у всех есть. Что у царей, что у бомжей, у всех одна и та же тягота присутствует. И одни и те же законы жизни, духовной и материальной. Поэтому, конечно же, на вот этом слепце в Артемии мы видим очень ярко, потому что он это делал, так сказать, по-мирски, телесным образом. То есть он кричал буквально сидя, потому что он слепой был, он не знал, куда идти, где кого искать. Он просто слышал, что рядом с ним проходит огромное количество людей. Это говор, это топот, это какие-то восклицания от толпы слышатся. Он спросил, а что происходит-то? Они сказали, вот идет Иисус Христос. И он просто сидя у дороги, просто начал выпиять, кричать во весь голос, Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. То есть вот он кричал, 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 и пока Господь его не услышал и сказал, приведите его ко мне. А Закхея, наверное, тоже так же кричала? Только внутри себя кричал, да. Скорее всего, этот вопль души, который у Вартемии слепца выразился телесным образом, у Закхея, он был внутренним воплем в поисках истины, в поисках освобождения от этой маяты и такой печали, тоски духовной. Этот вопль выразился у него вот таким поиском Господа и залез на дерево ради этого. Господь тоже услышал. И Господь так же его услышал. Но мы помним апостола Нафанайла, которого Господь услышал даже не встречаясь еще с ним. И тоже под Смоковницей. И тоже под Смоковницей Нафанайл сидел, молился, искал Господа Иисуса, Спасителя, Мессию, размышлял, молился, думал, вопиял. И когда Господь его призвал через... Кто его призвал? Филипп. Филипп, да. Апостолу Филипп. Нафанайл, только подходя к нему, Господь сказал, я тебя видел под Смоковницей сидящего. То есть мы видим, что Господь каждого из нас видит внутреннее наше делание, внутренний вопль наш к нему. Он видит заранее еще. Мы даже не приблизились к нему, а Господь уже нас видит. Здесь множество таких ситуаций и случаев. Ну, как Иоанн Претеча, например, будучи в утробе своей матери Елизаветы, он ощутил присутствие Господа. Когда Господь был еще в утробе Пресвятой Богородицы. И взыграл от радости, что его посетил Господь, еще не родившийся, а в утробе Пресвятой Богородицы находившийся. Вот то же самое и каждый из ищущих Господа. Он чувствует присутствие Божие, хотя и не видит его очами телесными. Так же и Закхей. Он не видел его из-за толпы, но чувствовал приближение. И поэтому это чувство его заставило залезть на дерево. Что же такое за дерево-то полоносящее? Тут Витя и Нафанайлов вспомнили, здесь и Закхей на дерево. Ну, оно распространено очень в таких жарких странах. Это смоковница, это наш инжир, который мы кушаем, так сказать, и знаем с детства. Инжирное дерево, оно и там распространено, и у нас, около Черного моря, произрастает инжир. И даже мы помним, что и в раю инжир жил. То есть Адам с Евой, когда согрешили, они укрылись-то инжиром, листиками, смоковницей, то есть инжира. Вот себе какие-то фиговые листочки. Фига, инжир, смоковница – это синонимы. Вот, соответственно, они и там знали этот плод, и в раю. То есть мы видим, что здесь человек под этим деревом, находящийся, он как бы символизирует пребывание в этом мире. И смоковница – она такой символ этого мира. В библейском, так сказать, повествовании как лоза виноградная – это символ церкви, так смоковница – это символ мира этого. Да, и, наверное, когда смоковница засохла, когда Господь сказал, что плода не будет, наверное, там не было ни закхея под этой смоковницей, то есть как плоды в качестве верующих людей. Но она была пустая, да, то есть Господь подошел к ней и, не найдя плодов, ее проклял. То есть плоды, наверное, не только как настоящие, да? Ну, конечно же, Господь этим, он же потом после этой смоковницы, которую проклял, он же пошел в Иерусалим, вход Господний в Иерусалим был, и он сказал, что вот не узнали Иерусалим в Иерусалиме, ты не узнал времени посещения твоего, поэтому оставляется дом твой пуст. То есть он таким образом как бы показал, что будет с Иерусалимом, он высохнет, так же, как эта смоковница, не приносящая плода, высохла в этот же день, так же Иерусалим иссохнет без истинного поклонения Господу Иисусу Христу. После того, как они распяли Христа, Иерусалим был стерт с лица земли, мы это знаем, да, буквально там в 67-м году от Рождества Христова пришел Тит, военачальник Римской империи, и уничтожил Иерусалим до основания, даже стены разобрали, и даже название Иерусалим было запрещено 150 лет после этого. То есть это была просто деревушка, небольшая Элия, Капитолина называлась, и лишь впоследствии Иерусалим был восстановлен уже другими, так сказать, людьми. – Да, то есть плоды для Господа – это мы. – Мы, да, приносящие истинные плоды покаяния. – Да. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его Закхей и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме». Ведь, как мы видим, да, Господь первый зовет Закхей, и удивительно, что прям так вот по имени его называет. – Ну да, вот представляете, тысячи людей окружает Господа, он проходит мимо смоковницы, поворачивается к смоковнице в виде там человека сидящего, говорит, Закхей, сходи. Как будто он его знал сто лет, как это мы, да, часто говорим, что, ой, вот встретился с человеком, ну вот как будто вот мой близкий друг, как будто я его впервые вижу, а вот ощущение, как будто я знаю его сто лет. Вот так и здесь. Господь к нему обращается, как будто знает его сто лет, но Закхея-то не было сто лет на тот момент. Но Господь, конечно же, его знал еще до его зачатия. То есть Господь, поэтому к нему фразу эта относит, как к знакомому ему человеку уже издавна. Поэтому Закхей, видя такое удивительное чудо, что его назвали по имени, сам Господь его назвал по имени, и тем более еще говорит, что слеза из дерева должен быть в твоем доме, то есть он еще и пророчествует тут же, в дом его ведет. Закхей был в шоке, я думаю. То есть у него было состояние такой, ну, стресса. Так много чудес с ним, наверное, никогда еще не происходило. То есть он даже не мог представить себе, чтобы Господь вошел в его дом. Здесь дом вот как жилище именно, или здесь что-то еще такое образное? Ну, как всегда, в Евангелии мы видим две составляющих. И естественную, так сказать, историческую канву, и в то же время канву духовную, которая прообразовательно в этом, так сказать, также заложена, смысловая такая нагрузка. Конечно же, в дом Господь зашел, в дом Закхея, материальный дом, и там Закхей сотворил ему пир, то есть принял его и накормил его, и апостолов, и всех своих друзей, и матарей тоже туда позвал. Это как бы материальная такая часть ситуации. А духовная часть, конечно же, в дом Закхея зашел. Господь, дом его сердца. Как в поговорочке хорошо говорят, что храм не в бревнах, а в ребрах находится, храм Божий. Так и у Закхея Господь обрел храм для себя, для Духа Святого, и в его сердце сотворил обитель себе, как он говорит в Евангелии, что всякий, кто слушает Слово Мое и исполняет его, к тому придем, я, Отец и Дух Святой, и сотворим у него обитель. Вот обитель у Закхея была и его дом материальный, и его дом духовный, то есть душа. Далее Закхей говорит, да, половину имени моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Почему, так сказал Закхей, кто-то требовал от этого? Ну, вот все эти события, так вот очень быстро происходящие с Закхеем, они произвели на него огромное впечатление, и мы видим, что под этим впечатлением он раскаялся в своих грехах и даже тут же принес не только исповедание своих грехов, но и... То есть исповедание сердца у него такое было, да, получается? То есть сердце, которое посетил Господь, оно растаяло, будучи до этого окамененным грехом сребролюбие, стяжание и злобы какой-то. Здесь оно растаяло от духовной благости Господней и пришло в покаянное состояние, и оно само сердце требовало принести какие-то плоды этого покаяния. То есть он сразу же говорит, что я за свои грехи расплачусь. Вот я половину своего имения отдам всем нищим, и если кто мне предъявит какие-то претензии, что я его обманул, обворовал, то я в четверо раз больше ему воздам, чем он будет от меня требовать, что я у него украл. То есть это мы видим явные покаяния, которые сразу же сопряжены еще и с делом покаянным. Потому что можно покаяться словами, это как бы одна часть покаяния, а можно еще и делом это покаяние укрепить. Ну, допустим, если человек жадный, то он может в своей жадности покаяться, а потом еще и раздать милость у никому-то. Вот то же самое и здесь с Захеем произошло. То есть он свое покаяние проявил, и не только в слове, но и в деле. Ну, вообще, как, кстати, говорят, что человек, когда посещает его Господь, он начинает плакать. Да, таково состояние души человеческой. Что мы при посещении Божьем не можем других, так сказать, каких-то ощущений, кроме слез покаяния и слез радости. То есть мы сталкиваемся с чистотой, да? У нас, да, душа, она все равно имеет те чувства духовные, которые мы часто губим своими материальными какими-то поступками, плотскими занятиями. Но когда Господь соприкасается с нашей душой, эти чувства духовные у нас опять возрождаются, и мы чувствуем близость Бога, и здесь возникает плач. Он двоякий плач. Плач о своих грехах, и плач от радости о встрече с Богом. То есть вот этот плач, как раз о нем святые отцы и говорят. И этот плач, он спасительный. И если вот вспоминать, допустим, подвижников горы Афонской, то в их жизнеописаниях есть такие моменты, когда описывают, что они за время богослужения плакали так, что у их ног оказалась лужа от слез. И вот представляете, как надо плакать, чтобы у каждого стоящего в храме была лужица от капающих слез. Вот такой плач человеческая душа приносит Богу, когда она соприкасается с Ним. Да, но это нужно тоже. И чистоту такой единомысли, потому что для нас, например, плач, мы будем стараться скрывать от других людей. Ну, нам будет стыдно, да, как будто мы свою слабость показываем. А здесь нет никакой слабости в этих слезах. Это слезы радости. Ну, допустим, когда мы встречаем человека, которого думали, что он умер, погиб. Или как с войны сейчас, например, возвращаются. Да, возвращаются с войны. Ну, как там мать сына встречающего встречает и никак не плакать от радости, что она видит. То есть от сильных эмоций человек начинает плакать. Да, да, эти слезы радости, слезы счастья, они тоже присущи нам. Их стыдиться, на мой взгляд, не надо. Это точно так же, как и слезы покаяния. Их тоже не надо стыдиться, потому что эти слезы, они омывают нашу душу от грехов. То есть есть, опять же, такая вот, как сказать, притча, да, что грех смывается либо кровью, либо потом, либо слезами. Вот одно из трех мы должны принести. Кровь, пот или слезы. Ну, не так, что прямо себя накручивать? Нет, никаких накруток нет. Нет, это святые отцы так учат, что вот мы должны, но в этом тоже символизм есть. Но слезы – это вот то, о чем мы сейчас говорим. Пот – это труды Господу, покаянные труды. А кровь… Скоро у нас Великий пост начнется, вот мы потрудимся. Там будем, да, да, пот, да, и слезы. Мы уже начинаем готовиться, через неделю уже начинаются бы догадавительные недели, там, седмицы. Ну, потихонечку будем входить, да, в духовные труды Великого поста. С 27 февраля, если я не ошибаюсь, да, Великий пост начинается в этом году. Уже все не за горами. Да, так что потихонечку начинаем настраиваться. Богоявление праздника отпразднуем. В пятницу, да, отдание? Отдание сейчас не вспомню, да, наверное, да, в пятницу. Вот болезнь Закхей есть в среволюбии. То есть он любит, так, денюжки. Вот, ну, наверное, нам тоже свойство. Ну, кому-то в большей степени, наверное, кому-то меньше. Но есть, наверное, у каждого свой какой-то другой, еще недуг, да. Вот какие есть, как мы видим, вот, например, Закхей, да, то есть в среволюбии он сказал, я все раздам. Вот вы сказали, там, ведь моносердие, да. При наших других недугах, страстях есть какие противодействия? Ну, давайте назовем тогда сначала, да, как бы, с чем, собственно, каждый из нас встречается в той или иной степени, чему так или иначе подвержена наша душа из греховных страстей. То есть, ну, среволюбие мы назвали. Рядом с ним находится тщеславие, гордость. Есть, это как бы духовные такие, да, ну, и уныние сюда добавить. Это вот грехи духовного содержания. Но есть и плотские грехи, это гнев, это чревогодие, это блуд. Это то, что телесно, да, мы согрешаем, то есть блудом, чревогодием. А в чревогодие входит алкоголь и там наркотики. Это все в чревогодие входит. Ну, гнев, он также уже более, так сказать, духовный, хотя и телесно он также выражается. А вот гордость и тщеславие, они настолько тонкие, что сразу ты не поймешь, что там в человеке происходит. Да, что бы мы делали, все мы лучше. Постимся, я вот лучше, чем вот он, не пощусь. Да, 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 Господи, благодарю тебя за то, что я не такой, как все. Это будем потом вспоминать, да. Слова фарисея, да. Вот мы этим в большей или меньшей степени пропитаны все. И, конечно же, с этим надо бороться. А для этого нужно иметь внутреннее такое бодрствование. Господь в Евангелии говорит «бодрствуйте, вы не знаете, когда придет Господин дома сего». То есть мы должны бодрствовать над домом сим, это наша душа, а Господин нашей души – Господь. Мы должны бодрствовать над своей душой, то есть внимательно следить за ней, чтобы не допустить в нашу душу вхождение вот этих всех грехов и уж тем более произведение каких-то плодов гнева, плодов гордости, плодов чревугодия, блуда или еще чего-либо. То есть вот мы здесь должны быть стражами своей души, так сказать, на страже стоять и не допускать до нее вот это все нечистое. Ну и, конечно же, если где-то мы все-таки проспали, согрешили, то надо это быстро очищать покаянием, исповедью, молитвой. Причем, если изучать творение святых отцов, кто заинтересуется, могут это не изучать, то есть даже специальные цепочки, что другому задействует. То есть, например, чревоугодие. То, что человек наелся, это больше его разлиняет тело, ему уже на блуд тянет. Когда человек сдерживается, его уже не так страсть телесная, например, мучает, то есть блуд. Если блуд человек, соответственно, начинается у него, надо где-то денег доставать, да, сребролюбие. И вот эта цепочка, она там дальше продолжается. Да, это все, все грехи друг за другу цепляются. Ну, например, осуждение, оно производит раздражение. Раздражение производит гнев. Гнев производит сквернословие. Сквернословие это может довести до драки. Драка может довести до убийства, да, и тогда, или там до мести, там, или еще и до злопамятства. Вот они друг за друга цепляются, эти грехи. И, конечно же, даже такой вот интересный момент, то есть лукавый, он ведь как, он сначала в лоб пытается человека соблазнить, но когда он видит, что человек сопротивляется, например, ну, а я не буду раздражаться, тогда лукавый начинает его хвалить. Говорит, какой ты молодец, ты поборолся, ты вот прям победил меня. И таким образом вызывает у человека гордость. Да, то есть, ну, не в лоб так с тыла зайдет. Вот эти все... Не одну страстишку, и так другой зайдет. И так в течение всей жизни лукавый нас тренирует, он как тренер наш, он тренирует нас, чтобы мы бодрствовали и не впускали ни то, ни другое, ни в лоб, ни инуди, никак, чтобы в нас не было этих заразных страстей. Ну, а если мы не бодрствуем, и эти страсти туда входят легко и свободно, то человеческая душа к ним привыкает и становится, ну, есть такая, опять же, поговорка, привычка – вторая натура, да. И натурой этой души человеческой становится, например, гневливость. То есть он чуть-чуть вспыхивает просто и даже не может контролировать. Он говорит, а я не могу вот даже понять, почему я вдруг вот скипел. А потом начинает человек считать себя таким нормальным, вот я такую есть. Да, потом так и должно. Не надо так жить, да. А как же, я вот горд своей жизнью, я достиг каких-то перспективных должностей или еще чего-то, званий. Ну, я этим горжусь, да. То есть человек даже этим хвалиться начинает, своей гордостью. А кто-то хвалится своими любовницами или любовниками, а кто-то хвалится, а я вот в ресторанах питаюсь, такие там лобстеров каких-нибудь или еще чего-то там, фуа-гра какие-нибудь вкушаю. То есть даже хвалятся люди этими грехами. И это, конечно же, очень грустно, потому что такие люди настолько далеки от истинной жизни человеческой, что им даже объяснить это сразу невозможно. Такие люди обычно, так сказать, их пробуждает Господь скорбями, когда у них что-то отнимается или какая-то болезнь посещает. Ну, например, черевогодника, какая-нибудь подагра или диабет. Или блудника какие-то болезни такие свойственные этой греховной страсти посещает. А гневливца давление скачет, или инсульт, или инфаркт. Ну, причем даже почти не останавливает. Почти не останавливает людей. Некоторых останавливает. Некоторые стараются там воздерживаться. То есть страх появляется. Ну, а те, кто совсем ослеплены, они говорят, не-не, я буду до конца, мне вот не надо этого человека. Что там врачи советуют? Не, вот я вот... То есть настолько человек свыкается, сживается с этой страстью, что он считает ее частью себя. Что он считает, что он такой и должен быть. Вот это совсем грустная история. Человек настолько развращается, что он даже не понимает, в каком горестном состоянии находится его душа. И из этого последствия уже в вечности последуют. Потому что такой человек не может войти в Царство Небесное. Есть фразы, множество фраз, что там ни блудники, ни скотоложники, ни мужеложники, ни убийцы Царство Небесное не наследуют. Это прям дословные фразы из Священного Писания. Поэтому здесь, когда люди говорят, да нет, это нормально, ну чего же это нормально? Как выбраться из этой ситуации? Например, даже вот как мы выяснили, что болезнь – это наши звонки. Например, да, что тут не так. Надо же остановиться. Против чревоугодия. Какие противодействия? То есть пост посты, да? Пост, конечно. Самое простое и ясное, что болит в нас чревоугодие. Ну, все, кто когда-нибудь пробовал поститься, они чувствовали, как прям непреодолимо тянет к холодильнику. Да, вот там колбаской там запах. Вот нельзя, а хочется себе. Очень хочется. Вот это именно очень хочется, это и есть та самая страстишка. Или так же с чревоугодием алкоголь. Вот нельзя пить, а вот прям так тянет, так прям червячок точит, прям так хочется выпить. А самое яркое – это, наверное, наш никотин. Вот попробуй, откажите. Сигареты, да. Люди очень, ну, столько мытарств испытывают, чтобы потом бросить это, что, ну, лучше бы не начинали, потому что мучения с этим сигаретным, так сказать, потом делом бороться, это и кашель на всю жизнь, это и болезни там сердца, и легких, и сосудов, что там только не происходит в организме отрицательного, просто из-за сигарет. Вот как раз задание, да, тем курильщикам – попробовать в Великий пост побороть эту привычку. Да, попробовать хотя бы отодвинуть на какое-то время, хоть чуть-чуть замедлить и уменьшить количество потребляемых тех же сигарет. И это как раз вам покажет, насколько трудно оказывается свою страстишку бороть, насколько она имеет власть над нами. Она будет уговаривать вас. То есть даже наша логика такая человеческая не способна ее побороть. Ведь мы понимаем, что вот я сейчас там выкурю, и опять у меня начнется то-то, то-то, то-то. Я сейчас там выпью, и у меня опять то-то, то-то, то-то начнется. То есть я понимаю, и логикой все раскладываю по полочкам. То есть умом все понимаю. А страсть, она не через ум действует, она действует через волю, ослабляет волю. И человек, как барашек на заклане, идет и вот тащит эту страсть туда же, на то же. Сейчас мы так коротко, осталось у нас две минуты, мы с вами пробежимся, да, от блуда. То есть человек должен воздерживаться, наверное, меньше спать. Поменьше спать, поменьше есть, молиться обязательно, потому что блудная страсть, она, как и другие страсти, молитвой тоже погашается. И обязательно исповедоваться, причащаться. Без причастия сил на борьбу со страстями не будет. Без исповеди невозможно выбрать ни одну страсть, потому что исповедь, она пожигает вот эту страсть в душе человека, и тогда человек имеет силы и возможности от нее избавиться. Даже в одном таком мотиве, что батюшке, например, в одном и том же стыдно уже исповедоваться, даже это будет немножко сдерживать. Ну, мы же к врачам не стыдимся ходить с одними и теми же заболеваниями. Из года в год одно и то же приходим, нас лечат. То же самое и здесь. Ну, тот же ковид, вот сколько уже лет, одно и то же лечим и лечим. Но все равно немножко удерживает, что подумаешь, ага, батюшка рассказывает, нет, не буду я это совершать. И это тоже есть. У нас осталось все прям немножечко, да, от гнева мы все-таки должны сдерживаться в себя. Себя, ну, по крайней мере, хоть не выпускать наружу эти слова гневливости и внутри читать молитву, ну, хотя бы мытаря, Божьей милости, буди мне грешным, или Иисусова молитва. И вспоминать свои грехи. За что я гневаюсь? Как правило, за грех другого человека. Но я же такой же грешный, а то и хуже, чем он. Еще и впаду потом в такой же грех. Да, не судим, да не судим будешь. Ну, тщеславие, это все нам надо смирять, уступать. Это только кротость, только терпение, смирение и любовь. Вот эти вот пожигают страсти тщеславия и гордости. И воспоминания Божьих дел о спасении наше. Да, одна минуточка, пожалуйста, такое заключительное слово к нашей сегодняшней Ивановской истории о призвании Заххея. Ну, желаю, чтобы все мы поднялись над толпой, ну, вот Заххея на дерево, в лес над толпой, а нам хотя бы мысленно подняться над своими страстями, над своими привычками, над людским обществом, которое нам диктует свои, ну, все же так себя ведут, да? Вот над этим надо подняться к небу поближе и там увидеть Бога. И тогда мы будем жить правильно. То есть не с толпы брать пример, а с Господа все-таки. Да, благодарен, Стец Емени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. Ну, а те, кто захочет услышать эту притчу в церкви, приходите в воскресенье на богослужение на Дзюргию. На сегодня все. До свидания. До свидания.